Мученичество святых Иустина, Харитона, Харита, Евилписта, Иеракса, Пиона и Левериана, пострадавших в Риме. Во время беззаконных поборников идолослужения издаваемы были по городам и весям нечестивые повеления против благочестивых христиан, чтобы принуждать их приносить жертвы суетным идолам. В следствии Сеоси и святые мужи были взяты и приведены к римскому епарху по имени Рустику. Когда они приведены были в судилище, епарх тотчас сказал Иустину, послушай, принеси жертву богам и покорись императорам. Иустин отвечал, неукоризненно и непредосудительно слушаться того, что заповедано Спасителем нашим Иисусом Христом. Епарх спросил его, каких ты держишься учений? Иустин отвечал, я старался узнать все учения, но пристал к истинным учениям христиан, хотя они не нравятся многим, имеющим ложное понятие. Епарх возразил, несчастнейший, и такие учения тебе нравятся? Иустин сказал, точно так, по элику им я следую, держась правого их толка. Епарх спросил, а в чем состоит сей толк? В том, что мы чтим христианского бога, которого одного почитаем первым творцом и заждителем всей твари, видимой и невидимой. И Господа Иисуса Христа, Сына Божия, о Котором предсказано было пророками, что Он прийдет к роду человеческому проповедовать спасение и научить добрым учениям. Но я, как человек, чувствую, что мало могу говорить о бесконечном божестве Его, сознавая, что для сего потребна некая пророческая сила, так как пророки же и предвозвестили о Нем, о том, которого я назвал теперь Сыном Божиим. Ибо мне известно, что об умевшем последовать пришествие Его к человекам издревле проповедовали пророки. Епарх спросил, «Куда вы сходитесь?» Иустин отвечал, «Куда, кто хочет и может. Ты, видно, думаешь, что все мы сходимся в одно место? Нет, не так, потому что Бог христианский не ограничивается местом, но невидимо наполняет небо и землю, и верные поклоняются Ему и прославляют Его повсюду». Епарх продолжал, «Скажи, куда вы сходитесь или в какое место собираешь ты учеников своих?» «Я живу», отвечал Иустин, «над марсианскую торговую баню, и во все это время, а в Рим пришел я теперь во второй раз, не знаю другого сборного места, кроме онного, но если бы кто пожелал прийти ко мне, я сообщил бы ему слово истины». Епарх спросил, «Итак, ты христианин?» Иустин отвечал, «Точно так, я христианин». Епарх спросил Харитона, «Скажи, Харитон, уже ли и ты христианин?» Харитон отвечал, «Христианин по власти Божией». Епарх сказал Харитону, «Что ты говоришь, Харитон?» Тот отвечал, «Я христианин по благодати Христовой». Епарх спросил верилиста, «А ты кто?» Георист, раб Кесарев, отвечал, «И я христианин, освобожденный Христом и причастен той же надежды по благодати Христовой». Епарх спросил Иеракса, и ты христианин? Иеракс сказал, да, и я христианин, ибо почитаю того же Бога и поклоняюсь ему, тому же Богу. Епарх еще спросил, Иустин, Иустин сделал вас христианами? Иеракс отвечал, я был христианином и буду. Пион же вставший сказал, и я христианин. Епарх спросил, кто научил тебя? Пион отвечал, мы от родителей приняли это доброе исповедание. Евилист сказал, я с удовольствием слушал учения Иустина, но христианином сделался от родителей. Епарх спросил его, где твои родители? Епарх отвечал, в Каппадокии. Епарх спросил Иеракса, а твои родители где? Сей отвечает, истинный отец наш есть Христос, а мать вера в него. Земные же мои родители скончались, и я, удалившись из иконии фригийской, пришел сюда. Епарх спросил Левериана, ты что скажешь? Уже ли и ты не чествуешь? Тот отвечал, и я христианин, ибо чту единого истинного Бога и поклоняюсь ему. Епарх обратился к Иустину, послушай, ты, называемый ученым и думающий, что знаешь учение истинное, если ты после бичевания будешь обезглавлен, ты будешь ли уверен, что взойдешь на небеса? Иустин сказал, надеюсь получить обещанное им Христом, если претерплю, и знаю, что всех, живущих таким образом до скончания всего мира, ожидает милость Божия. Епарх возразил, и так ты думаешь, что взойдешь на небеса, чтобы получить какие-то награды? Иустин отвечал, я знаю это, и в этом уверен. Епарх сказал, впрочем, возвратимся к начатому и настоящему делу. Принесите все вместе, единодушно, жертву богам. Иустин отвечал, никто из здравомыслящих не отпадает от благочестия к нечестию. Епарх сказал, если вы не послушаетесь, то безжалостно будете мучены. Иустин отвечал, мы сердечно желаем спастись, пострадав ради Господа нашего Иисуса Христа, потому что это послужит нам во спасение и дерзновение на страшном и всемирном суде владыки нашего и спасителя. Равно и прочие мученики говорили, делай, что хочешь, мы христиане, и не принесем жертв идолам. Епарх Рустик объявил им следующее, тех, которые не захотели принести жертву богам и покориться, по велению самодержца, по бичевании, отвесть, чтобы по силе законов отрубить им головы. Святые мученики, прославляя Бога, были отведены на обыкновенное место, усечены были в головы и кончили свое мученичество в исповедовании Спасителя. Некоторые же из верных, благоговейно взяв тела их, положили онные в приличном месте при содействии благодати Господа Иисуса Христа, которому слава вовеки, вовеков. Аминь. Источник. Мученичество святых Иустина, Харитона, Харита, Евелиста, Иеракса, Пиона и Левериана, пострадавших в Риме. Журнал «Христианское чтение», издаваемое при Санкт-Петербургской Духовной Академии. 1841 год. Часть 2.